Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это новый FFA-сериал Wendless Space 2. Нас собралось 7 человек, я играю за Горацио, кстати, как и BeFocused, Мастер играет за Люмерис, Энджи за United Empire, Камрад Гео за Рифтборн, Трансперсонал за Unfallen и Хангри Тирани за Пожирателей Крейверс. Игра разбита на серии, и традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников. Приятного просмотра! Я вообще советую всем соседям Трансперсонал просто объединиться и вынести его сразу. Не, ну, да кроме шуток, реально, не расслабляйтесь рядом с ним. Да, мы не шутим абсолютно, действительно. Никто не трогал дальше, трогал больше и не обвязывался. Так, значит, мне вот в прошлый раз рекомендовали, так, во-первых, пока поселенца посадим и отправим... Так, вообще, давайте мы, наверное, улучшим сразу нашего скаута. Больше сделаем... Двигатель оставим, а вот... Сделаем больше... О, сразу все деньги потратим. Больше модулей. Так, все исследуем тут на планетах. И отправим модули сюда, сюда, а кораблем полетим сюда. Так, на планете... Что мы... Систему дронов... Церебральную реальность... Просто пока еще неизвестно, какую планету колонизировать. Поэтому у меня колонизационный корабль сидит дома. Так, что исследовать? Давайте сразу ксенобиологию сначала. Потом ксенолингвистику. Нет, вообще, давайте сначала ксенолингвистику, потом ксенобиологию, а потом планетарный ландшафт. Так, строительство включено. Полетим сюда. Два дрона отправлены исследовать. Ну, пока нормально. Где мы? И мы еще на краю находимся. Ну, в принципе, все не так плохо. А, да. У нас... Герой не посажен на планету. Да, и закон не выбран. Я сразу возьму на налоги. Ну, чтобы деньги шли. Это все... Может, поначалу сделать ход на 90 секунд, а потом в процессе добавляют? Нет, так там, когда последний остается, ему меньше дается... Видите, как он играл с ним? Смотрите, вот. Когда остается последний игрок, ему там мало секунд капает. Поставили. Так, что меня тут дроны исследовали? О, тут неплохая системка рядом со мной. Так, что у нас тут? Блин, все планеты без производства вообще, к сожалению. Давайте я вам покажу, что у нас Горацио делают. Во-первых, у них плюс 5% к еде от оригинальных жителей, это их Горацио. Во-вторых, каждый житель Горацио еще дает определенные бонусы тоже к еде. И плюс к этому они могут колонизировать практически все планеты сразу. Видите, вот закрашенные планеты. Но, правда, если колонизация этих планет не открыта в технологическом дереве, там некоторые штрафы будут идти, но, тем не менее, можно колонизировать все планеты. Это очень неплохой бонус. Ага, вот тут какая-то малая фракция явно. У меня пока не открыта возможность с ними разговаривать, так что не поговорим. Так, начинается квест. Ну, у меня Горацио, они такие любители живой природы, поэтому надо поднять население Горацио до 12. Тогда выполнится первый квест. И нам дадут Crafted Nutrition Planned. Это очень классная, кстати, штука. Плюс 4 еды за каждого жителя на планете. Так, давайте дальше колонизировать планеты. Какие? Вот это, наверное, процедус 2. Так, что у нас тут с планетами? Тут ничего интересного для колонизации. Вот Крас-3, кстати, интересный. Тут куча еды, не так много производства, но еще и куча науки. Плюс, к тому же, Гиперия есть и темная материя. Вот, давайте Крас-3 полетим колонизировать, пожалуй. Так, давайте-ка еще заодно улучшим все колонизационные корабли, поставим им два двигателя. Так, блин. Так, а у нас с острова или нет? Я что-то забыл. Здравствуй. Еще одна минорная нация. О, где эта система на 50 культуры? А, тут далековато. Это мы вряд ли в наши границы добавим. Так, Крас-3. Гиперии и темная материя. Классненько. Так, 17 ходов, но давайте ускорим деньгами. Вот, еще один Горацио родился. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, пока никого не встретили еще. Ну, в принципе, мне пока мое местоположение нравится. Так, будьте первым, кто произведет 100 праха в одной звездной системе. Получу 75 титана тогда, если буду первым. Ну, там кто-то... Я пока на пятом месте. Так, открыли производство от каждой планеты. Давайте для начала производства сделаем. Потом уже будем планеты колонизировать. Видите, тут 10 за каждую планету. Нет, может, здесь я сначала поняту колонизировать, потому что у меня как раз тут 3 temperate планет. Дальше ксенобиология. Возможность добычи титана, но у меня нигде ни в одной системе нету титана пока. О, это у нас на науку, по-моему. Да, плюс 50 на науку, но, опять же, не в моих границах. Еще одна минорная нация. Что-то их слишком много рядом со мной. Так, полетим в Красс. Там все исследуем. Да, тут больше нечего исследовать. Ингрис. Есть 3 аномалии. Давайте сюда заглянем. Так, где тут возможность разговаривать? С инопланетными уродцами. А, у меня уже открыто. Так, первый контакт пошел. 10 культур и заплачу, чтобы улучшалось с ними отношение. Давайте на население глянем. Так, а сколько у меня темной материи вообще добавляется в ход? 2. Это технология по открытию нормальных кораблей. по ендахо, я думаю, что не стоит с этим затягивать, а лучше открою. О, я стал первым кто 10 классы. И мне дали 60 жадоникса. Такая хорошая штука. Я могу первый уровень как раз на жадониксе делать. И он будет производство давать. Первый уровень колоний. Точнее, второй уровень колоний. Второй. Так, что у нас тут с колониями. Пока два хода еще денежки действуют. У Горацию особенность, что они очень быстро растут. Очень много у них населения будет. Вот это надо использовать. И то, что я еще с краю галактики нахожусь, это мне в плюс. Блин, нашел какую-то такую отрицательную аномалию. Что она делает? Минус одна наука и минус одна еда и минус 20 счастья за каждое население. Да, не очень. Так, один ход я тут повишу. Еще надо одну кириосити исследовать. Так, давайте еще отношения улучшим. Так, пока я не могу прирост населения повысить для Горацию. Вот видите, вот эта панель позволяет за ресурсы роскоши увеличивать прирост населения определенной фракции. Вот видите, Хардшип Рэдди позволяет колонизировать все негазовые планеты. И написано, что у вас будет, правда, штраф к добыче ресурсов, если у вас не открыта нужная технология. Но все равно планету вы колонизировать можете. А другой закон у меня принят. Плюс 3 золота за население. Пока держимся. Держимся пока. Но при этом минус одно счастье за каждое население. Я даже никого не встретил, честно говоря. Да, я тоже никого не встретил. Я знал, что я прав. Было среднее ставить. Огромное. Я уже колонизировал. Я нашел бифокус это. Да я тебя нашел. И он меня, даже он меня нашел. Не, он, нет, ты меня нашел, а потом я тебе. Огромное, я тебя нашел и предложение кинул. Приглашал. Ой, привет. Да, я принял, да. Спасибо, спасибо, я должник. Я должник. Можем сразу мир. Ну, если у тебя есть влияние, то давай. Нет, это тебе надо. Ну, буду копить. Я тебе отложение делаю, а ты мне еще влияние. Какой? Буду копить, буду копить. Открываю ксенологию, чтобы взять специализацию на культуру инопланеты. Твоего или моего? Мне, походу, квест заглючил. Так рано. Может быть, кто-то убил твоего? Не, 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 я вот рядом с ним стою, а он, как бы, топит. Никаких движений. Напади на него сам. Аааааа. Не могу. Да, папкий человек. Вот. но кто-то уже 100 праха производит опять куча темной материи а вот и титан кстати вот эту планету я бы колонизировал тут титан производство нормально еды нормально давайте наверное колонизационный корабль строить потом следующую планету колонизировать так ну у меня диктатура сейчас это значит что какая бы фракция не победила все равно будет побеждать то фракция которая поддерживаю эти правительства диктатура так первая колония организована все еще нельзя ускорить так два восемь планет пока я могу колонизировать окей ну к сожалению не горацию а другая немножко фракция ну вот покажу что на планете не только мои горацию есть видите каждый житель дает плюс 3 еды и плюс 2 счастья но еще есть и такие звали они дают плюс 3 науки и плюс 2 счастья что у них научная фракция это вот одна из особенностей игры для спейс 2 такие разные жители так наука пошла ну 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 думаю ну ну да ну ну а так события произошло плюс плюс один житель от хорошим хорош хорошим но это еще одна такие инопланетяне не мои личные в системе процеду с появились они так вот появился поселенец полетим в гикру так открылся новый класс кораблей вот это защитный это нападающий давайте сразу вообще нет ничего нового в дизайне так что ничего можно не изменять что мы ничего еще не открыли там розовый вопрос я пойду я понимаю кто это вот я догадываюсь а вот в экономике и торговли во втором тире там вопросика нет но она упущена почему так в науке во втором тире ну в науке ты ты же розовый даришь до изучил быстрее меня феномены получил бонус дня я тебя не встретил розовый вопрос это розовый игру то в экономике и торговли ничего но испытание упущено я вижу что я его не могу уже выполнить но там не вопросов ничего нет не показано даже цвет игрока кто это сделал да интересно мне тоже было сообщено что кто-то я же об этом говорил что кто-то уже 100 праха собрал вход не было это об этом сообщение но здесь действительно ничего не висит так следующую планету колонизировать тут две плохие аномалии тут минус наука еда и счастье а тут производство еда ну поменьше счастья так что давайте наверно вот эту колонизировать как-то так не очень конечно что то что другая планета что у нас тут неплохие аномалии кстати кустики поймать нельзя что ли вот я буду эту планету колонизировали охранное действие строится по моему нет вроде напасть надо но видимо да нельзя будь осторожен с ним так я вопрос не понял и походу ты мне не поймал потому что сам система прилетел а я уже там стоял собственно я просто взял до улетел но я просто поставил охрану смотри смысл в чем если ты стоишь на охране то у меня ходы движения исчезнут если я в эту систему прилечу когда ты стоишь в охране а если я там заранее уже стою то само собой если ты поставишь в охрану то ничего не произойдет и на следующий ход у меня мы восстановились уходы движения очки движения так очередной он пост отправляем сюда денежки чтобы быстрее в планету превращалась 10 ходов а вот и рисинки начались ничего пока не буду делать рисинг так уровень героя ну тут у горацу бонус на еду поэтому я и даю промоушены герою именно на еду так что у нас тут рецанг кстати мне бы не помешал еще один ресурс другой кроме темной материи так это я выполнил квест привел горацию так теряю выбираю либо минус 20 процентов к здоровью флотами либо минус 2 перемещение лучше к здоровью пока не вроде драться не с кем а вот перемещаться быстро надо и и и и и и и и девять ходов 125 но я лучше культуру буду тратить на впечатление минорных фракций они будут и ну давайте ресурсы фиолетовый построил чудо и и и и и и и и производства во всех колониях на 10 ходов это зашибись какую-то вот из этих систем надо колонизировать не хотят вот это больше нравится три еды 2 производства гиперия тут и планет там больше эндрел этих все древо тех мы услышали и все так пускай пока корабль тут телефон тупит говорю что древо технологии здесь неудобно очень в плане как это сказать интерфейса все время приходится влево вправо вверх а если отдаляешь что долго времени много на появление подсказки согласен еще мне не нравится тут еще такой не хватает здесь есть типы планет и техи которые открывают их колонизацию стеллари все прикольно там есть окно исследованных планет и ты окно открываешь смотришь ки планеты ты увидел и техи подбираешь а тут приходится все время но сначала техи пару прочитал запомнил вернулся на экран и каждую систему прям заходишь чтобы посмотреть где какие планеты тоже не хватает причем знаешь в чем странность заключается в том что в первой части у них иконки были разные и ты видел какая теха но просто с этого с первого взгляда видел что это за планета здесь приходится на этот флажок еще и наводить 5 атмосферных кириоситис открыть ну это руи руинок как бы исследовать я предлагаю следующим ходом я сделаю рисинг как-то уже пять ходов подряд но висит согласны давай давай только я ответил замечательно диктатура получалось обе фокус так и мы все-таки рядом будем выносить друг друга на дашь ачивку получить до на этом ходу следующим ходом говорю следующую по следующему так сами мы с тобой черт учатся вода ветки что данных оксанаду колонизировать у горацию есть такая способность гены соединять сейчас я соединил с горацию гены звали и теперь у горацию видите три еды две науки как раз то что отзвали пришло ну что я хотел сделать рисинка он сам исправился так 50 производстве такая система и 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 Науке дали, тоже неплохо. Ясно, из одного человека. Опять ресинг начался, да господи ты божишь мой. О, уже улучшаются отношения. За что они тебя напиливают? 12 праха дает и 9 науке. И 2,5 силы. Специализацию на культуру сделаем. Раньше эту планету, потому что тут больше жителей. Так, рынок открыли. Давайте глянем, что у нас тут. Так, а улучшать уже... Да. Первого уровня сразу жадониксом, потому что это производство дает. А что, кстати, дает темная материя? Просто больше солдат. Нет, жадоникс. Жадоникс. Субтитры создавал DimaTorzok. Трюки, мировая, 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 мировая. Первый уровень, мировая, 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 мировая. Продолжение следует... отправить в флот на отмеченную точку ну здесь я боюсь на меня пираты нападут в любом случае лететь потому что исследовать уже нечего кстати все персеус надо тоже колонизировать вот эту планетку кто-то колонизировал 4 звездных системы в одной в одном созвездии кровь хорош плюс 10 в системе плац плацидус плюс 10 счастья какую нужна система блин общий общий квест на три системы которые от меня хрен знает где перцы тут вообще суперсистема 5 планет и все легко у кого не болит да ладно круто же я похвастаться так ура подкроем чтобы можно было не только по коридорам летать а а и теперь и открылся так пока посидим там кстати кое-что помню я походу я не знаю как у меня ну там несколько человек вы потом трое одинаково персеус в первую очередь заселять а потом уже к санаду что персеуса близко ко второму гарацию он тоже его может заселить не хотелось бы мне ему давать такую возможность так так селениц готов полетели сюда вонс отступаем ну да все правильно так первый бонус пошел тут просто больше к фракции экологистов чтобы а а а а а Ого, а что такое несчастье? Субтитры сделал DimaTorzok Так, следующим ходом я опять попробую лисинга сделать Если он не пройдет, у меня каждый ход выскакивает просто Давай Так, Жадикс надо купить А его на рынке нету Блин, зря я его, может, первого уровня сделал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Минус 30, это планет Не очень понимаю Скажите мне, что за нити от систем кустиков подходят? Ну, они соседние системы пытаются прирастить И они по ним летать еще потом смогут Камрад, будешь мир принимать? Я даже не вижу, где ты живешь Ну, я тебя выстрел просто Просто ход не завершаем Блин Блин Я не очень понимаю, почему тут столько несчастья у меня внезапно Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня только пять, например Добавил Диме Сохайте комментарии во время загрузки Идет запуск игры Игра запущена Игра запущена и что-то типа играет. Надо захватить систему кворум и поднять в ней счастье до 70. Где этот кворум, блин? Ага. Почему именно захватить надо? Потому что там уже есть жители. Блин, тут еще и минус 5 счастья изначально. Вот это хорошее здание. 4 еды моему основному населению. Так, колониальный корабль готов. Кстати, здесь надо ускорить. И к санаду надо заселить. Просто какая же невероятная музыка у неизгибаемых? Кто-кто? Время музыки у неизгибаемых. Каждый раз встречаю их в игре и радуюсь. Просто музыка у каждой империи разная и очень в тему. Сейчас они тебя вынесут, и ты перестанешь радоваться. А что тут за квест? Почему у меня тут висит экспедицию следовать любопытность? Феномен. Феномен это в русском. Феномен на ксанаду-2. Да, видите, написано, что появятся какие-то... Банда какая-то появится, поэтому надо быть готовым. То есть мне лучше военные корабли построить и туда слетать. Блин, тут какие-то тоже пираты имеются. Так, вот у нас Curiosity, значит, надо сюда полететь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плюс 10% денег. Отлично. Это очень неплохо. Так, какую тут планету заселим? Ну, наверное, ксанаду-4. Тут и Гиперия есть, и Ред Санг. Хорошо, как? Какая тут. 셀ы? Так. Хорошо. Хорошо, как They Housing. Для дела. Деньги!, долларов. эти на еду потом полностью заполнен планеты тут на еду они очень неплохо будут давать производство что еда будет в производство конвертироваться еще надо смотреть какие планеты вот горацию жаркие планеты ход но видите тут к сожалению ни одна ни вторая не жаркие а а а и а а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, мой флот будет уничтожен, если отступлю Возьму плюс 75% Абсорбшен Микоса уничтожит корабль Не, ничья Отлично Опять нападают Ну, сейчас точно уничтожит Жаль Я надеюсь Эти минорные фракции Ассимилировать Кстати, неплохая планетка С Титаном, Рецангом Также Доникс Еще никто не выкинул В продажу Очень-очень Жаль Кордиал Ну, то есть уже сердечное отношение Так, 4 4, вход 3 Нормально Субтитры сделал DimaTorzok Использовать Дант Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok